Каждую субботу кулинарные путешествия, интересные гости и новинки из мира кулинарии. Не пропусти программу Азбука Вкуса. Включайся. Хорошего настроения у нас много. Субтитры подогнал «Симон» 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 Заочная. Нет, а ты вот так вот сейчас по чуть-чуть вот так вот слегка-слегка вот так вот просто придерживай сковороду и помешивай, чтобы она подсохла, да-да-да. Я хотела перейти на заочное, получается, обучение и совмещать и очень как бы работать руководителем. И меня сначала не хотели брать, говорят, вот почитай еще вот эти книги, еще вот это, я все скупила, я все читала, я очень хотела. Такая послушная, прям такая сказали надо, значит надо. Надо, да, и прошло три месяца, они меня как бы повысили, но после руководителя, руководитель уходил, и я была уже в этой должности. И после этого прошло время, и меня все-таки назначили руководителем, и тогда уже и не нужно было мне уходить, и я, получается, все-таки осталась учиться и работать. Как была моя учеба, я приходила, говорю, можно я отвечу, быстренько ответила, все, и такая, я на работу. Ответилась, да, такая, и ответила, и отметилась сразу, да, да, да. То есть я как-то всегда такая была активная и совмещала и учебу, и работу, вот, не знаю, мне как-то, это было в кайф, наоборот, какой-то такой уровень, так, успеть все, захватить все. Ну, слушай, ну это очень интересно, потому что, ну, скажем так, большая часть людей, ну, возможно, даже моего там возраста, то есть мне кажется, что вот как будто не спешат, вот они, ну, что-то как-то медленные такие, вот какие-то чуть-чуть даже нерасторопные бывают. Ну, даже я смотрю по своим там одноклассникам, одноклассницам, то есть вот как будто поколение наше, оно немножко чуть-чуть не в такой динамике жило. С поколения нынешнее, то есть оно уже живет в такой колоссальной динамике, то есть это так здорово. То есть когда ты видишь, что молодые люди свои 18-19 уже достигают таких высот, которые, наверное, ну, когда-то казались недостижимыми еще лет в 30-35. Ты думаешь, о, ну это еще там, чтобы там стать руководителем или там где-то получить какую-то определенную, вот, опять же, популярность, ну, я имею в виду узнаваемость, да, или там охваты какие-то. То есть вот это все, сейчас говорю специально такими терминами, уже social media, да, вот, и сейчас у тебя это получается в своей какой-то определенной динамике. Как ты вообще можешь в данном случае охарактеризовать, ну, вот, нынешнее поколение, то есть твоих друзей и подружек с точки зрения вот информации этого потока? То есть они не усидчивые или у тебя есть такие усидчивые, томные, которым, в принципе, минимум, что нужно? У меня вообще нет подруг, которые одного возраста со мной. У меня все друзья, это старше меня на 10 лет, ну, там, 5 лет есть, это минимум. Вот, а так, что могу сказать, ну, разные, все разные. Я почему начала тоже вести влог, потому что хотела как-то вот показать, тоже каким-то быть примером, что не нужно бояться, нужно пробовать. И есть какие-то рамки, что, например, ты учишься, ты не сможешь совмещать работу. Я хотела всегда эти рамки как-то убрать. Убрать. Да. И показать своим примером, что можно и так, и так сделать. Вот даже сейчас работая на две страны, там, Италия и Молдова, то есть это для меня тоже. То есть можно совмещать, можно работать и так, и так, и как бы в каючке. Давай, раз мы затронули эту тему, что такое сейчас, ну, вот, в твоем мире, что такое сейчас работа на Италию и Молдову? Что ты делаешь? Потому что, давай так, многие наши телезрители, в принципе, понимают, что многие наши граждане работают на Италию, да? Ну, мы будем говорить в каком плане, да? То есть в плане все-таки опций фото, да? Да, да. То есть я уже была в офисе, и я понимала, что, блин, все-таки этот график, это все, это какие-то рамки. Опять же, я не люблю рамки. И я ушла и начала вести ТикТок. Эта площадка, все смеялись. И тем более, когда ты уходишь с должности руководителя. И вот, пожалуйста, да, миллионы просмотра, и теперь, как бы, я думаю, что, ну, ТикТок стала теперь такой платформой не только продвижения какого-то личного бренда, но вообще даже всемирной узнаваемости, потому что, ну, мне кажется, что нельзя сейчас недооценивать мощь и воздействие ТикТока на наше сознание. И мы каждый раз об этом говорим практически в нашей программе, потому что это настолько актуальная тема. У меня вокруг меня сейчас концентрируется большое количество людей разных возрастов абсолютно, которые нашли себя или реализовали, или, как ты говоришь, прошли через вот эти кардинальные изменения и нашли способ заработка и самореализации через ТикТок. То есть я все больше и больше вижу людей, даже старше меня, которые в том числе сидят в ТикТоке. Сейчас есть уже какой-то миф, не знаю, может, ты мне подскажешь, что сейчас ТикТок начинает захватывать 30-40-летние средний возраст, да, люди, и он становится теперь в этом плане бомбическим. То есть теперь у людей в 30-40 лет даже больше возможностей, чем уже там 15-16-18. Ну, конечно, и тем более есть ограничения по возрасту тоже в ТикТоке, и те, кто сейчас уже в таком возрасте, они могут вести прямые эфиры. Только недавно мне написала девушка, говорит, я вела прямой эфир, и за три дня я заработала 3000 евро в ТикТоке, просто ведя прямые эфиры. Что мы здесь делаем? А что, я все же думаю, что это как-то мы как будто снимаемся, а почему я не запустил? Уважаемый руководство, я могу сейчас телефон включить, он тихонечко там будет просто, мне нужны там вот эти все подарки, которые, знаете, вот, или сейчас нашим операторам тоже надо будет сказать просто, пока не стоят и снимают, они же могут спокойно вести, в том числе и прямые эфиры. Так, то есть прямые эфиры сейчас это прям must-have, да, для человека, которые... Для заработка, для тех, кто у нас вот 40 плюс, прямые эфиры это очень хороший способ заработка. Потому что есть стереотип, что это для малолеток, что там сидят только какие-то, ну, люди там не взрослые, неосознанные, там просто зависнуть, там потупить. Нет, это не так, и вот кто так думает, все не зарабатывают, а те, кто, грубо говоря, ты заходят туда, все уже начинают хорошо зарабатывать, начинают... То есть ты как-то разделяешь все равно вот этот вот поток информации в ТикТоке на полезную, не полезную, то есть ТикТок же тоже работает с такими... Он по интересам, он по интересам все вычленяет. Да, я хочу сказать, что он же, он же, он же буквально сразу тебя вычленяет, да, то есть ты завис на ролики, не знаю, про рассекречивание фокусов и все, и у тебя уже потом... И все попадается потом по этой теме, да. Да, как воспринимают люди твои работы, то есть в ТикТоке, и долго ли ты добивалась миллионных просмотров, то есть это вот... Миллион у меня был в прошлом году, то есть мне потребовалось два года, вот, но я не прям так вела его, я больше вела не на просмотры, потому что это тоже такое чуть обманчивое, ну, будут эти просмотры, а куда они зайдут? Они зайдут на территорию США, а зачем мне территорию США, то есть тут такое... А, двойственное, да, такое все? Да, просмотры могут быть, но мне важны были не просмотры, а клиенты, то есть я привлекала больше клиентов из разных стран. Мне нужно было, вот я ездила там и в Германию, я вообще как выездной фотограф работала, потом уже определилась со страной, Италия. И до этого я была там в Германии, в Фраге, в Стамбуле. У меня чешется сейчас, да, сказать все-таки, сколько Юли лет, но я не буду говорить, то есть, знаете, хочется прям так сказать, а чего добился ты сейчас по ту сторону телевизора? Так вот, да, так оно и есть, так оно и есть, потому что сейчас возможности, они есть у каждого, но почему-то у многих какие-то миллионы сомнений. Да. Да, я думаю, что ты можешь уже плавно пересыпать этой же ложечкой теперь вот в эту миску. Да-да-да, это сейчас такая работа, как с пасочкой, да, будет, ну, то есть... Ой, тяжелое такое. Давай, я тебе помогу? Да, давай. Так, давай, может быть, даже возьмем какую-то историю побольше, давай попробуем тогда, может быть, шумовочкой быстренько это все пересыпать, потому что оно у нас все равно в сковороде, оно напитает влагу и будет как бы круто смотреться. И круто смотреться, да? Самое главное теперь все, поколение тиктока и инстаграма, оно будет, самое главное, оно будет круто смотреться. Эстетика. Да, эстетика сейчас, не сфоткал, не съел, да? Вот, а вообще-то, хочу сказать сразу, что гречка обладает удивительными свойствами, то есть она и белок содержит, и в том числе полезную клетчатку, и у нее есть отличный такой эффект, ну, скажем так, чистки, да, то есть она очищает наш организм от токсинов, выводит шлаки, и вот как бы после гречки всем нам, в принципе, достаточно хорошо живется. Вот, это я могу точно сказать. Вот, поэтому не брезгуйте, то есть это не то блюдо, которое должно ассоциироваться у вас только с каким-то детством или там странным прошлым, вот, то есть это все не так. Да. Так, по поводу фотографий, да, то есть сейчас, ну, я скажу так, фотографов достаточно много. Да. Как ты выдержала эту конкуренцию, и как стать особенной в этом мире фотографией, ну, потому что мне кажется, что это вот, это прям какая-то определенная борьба, или ты просто закрыла глаза и даже не думала об этом? Нет, вот именно закрыла глаза, я никогда не люблю конкурировать с кем-то, то есть для меня конкуренция это я, я сама собой соревнуюсь всегда, может, это мне и помогает, потому что я не зацикливаюсь на других победах, на других там, кто что сделал, я зацикливаюсь на себе. Что у меня произошло в сравнении со вчерашним днем, и чего я достигла сегодня, и как я выросла в фотографии, что я сделала для этого, вот. И для меня как бы всегда идет такое, что я не хочу конкурировать, я со всеми равна, и наоборот лучше там встретиться, с кем-то обменяться опытом, там, я всегда за общение там с кем-то открыта очень, вот. И конкуренции нет, вот такое у меня отношение. Так, конкуренции нет, и вообще девочка с фотоаппаратом, ну, мне кажется, смотрится как минимум реально очень круто, вот, а вот интересно, как смотрится та девочка с фотоаппаратом, которая еще умеет делать кофе. Я попрошу тебя, если можно, нажать вот эту большую черную кнопку, прям дотянись, пожалуйста, да. И, конечно, нашим телезрителям, помимо пользы того блюда, которое мы сегодня готовим, а готовим мы прямо реально сейчас вкуснейшее блюдо, гречку по-царски, внимание обращаем на Якобс Бористо, сам вкус этого великолепного кофе заключается в том, что зерна были медленно обжарены, и ощущение, как будто вам готовят настоящий Бористо, поэтому производители кофе Якобс Бористо вот так и назвали именно этот продукт. Вот, и сейчас нам готовится кофе, чтобы мы могли уже там в преддверии нашей рекламной, да, рекламного перерыва позволить себе и по чашечке кофе. Но здесь есть один маленький нюанс, я вам хочу открыть небольшой секрет. Моя гостья, Юля, она фанатка зеленого, и вот она любит, я так понимаю, какой-то такой темный зеленый, у нее телефон, у нее чехол зеленый, здесь буковки у нас зеленые, и она, когда увидела наши зеленые чашечки, она просто испытала невероятный восторг. Но я сейчас, да, свою гостью еще больше удивлю. Я иду в эту корзину, Кафлен, и я беру сейчас почему-то томатную пасту, но в зеленой баночке. И вот скажите, что это? Мы не договаривались. Это магия. Да, 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 Юля не говорила мне, Михаил, возьмите, пожалуйста, томатную пасту в моем любимом зеленом цвете. Но посмотрите, как сегодня все совпадает. Я думаю, что это реально очень крутая магия. Так, что мы делаем? Мы сейчас томатную пасту в наш чуть-чуть обжаренный фарш выкладываем. И я пока выкладываю, сразу попрошу тебя взять, в принципе, вот эту вот лопаточку и по чуть-чуть, да, начать это все смешивать. Есть. Отлично, отлично, отлично. Нам нужна вся эта паста. Баночку подарю гостям, чтобы так было. Как ты пришла к фотографии? То есть это, ну, вопрос, возможно, такой достаточно риторический, но интересно, ведь мне кажется, что у фотографии есть вообще какая-то магия. То есть у самого процесса. Да, это как медитация для меня. Я ухожу вообще в какой-то транс и ничего не замечаю. Время на паузу ставится вообще. Просто, да? То есть время на паузе, это реально очень круто. Вот мы говорим-говорим, а вам, наверное, интересно посмотреть на работы Юли. Я обязательно покажу это в нашем включении. Да, потому что сейчас, как мы обещали, мы по чашечке кофе себе позволим. Бодро, весело и хорошо. Так, я включаю сейчас уже сковородочку с твоей стороны и попрошу тебе здесь помочь мне потессировать лучок. Сейчас я добавлю сюда еще масло, сейчас она как раз все это будет готова. Вот, для того, чтобы мы могли потом наши уже потессированные овощи кинуть в это мяско, а потом сверху все это присыпем гречей и добавим воды и оставим, конечно, этим всем запариваться. Так, ну что, мы выяснили, что, оказывается, действительно, тиктоки, в том числе, я так понимаю, что один из главных инструментов, который может позволить вам заработать или, возможно, даже уйти со своей работой, и не зависеть там, знаете, от начальников и зарабатывать приличные деньги, то это ввести прямые эфиры в тиктоке. Но я, кстати, их не веду. Вот, понимаете, да. У меня другая просто цель. Поэтому для меня это было как продвижение. Просто выйти в эту площадку и находить там клиентов. И реально, то есть, находят? Потому что, опять же говорю, если вы уже установили себе это приложение, окей, сейчас не с точки зрения рекламы самого тиктока, но если вы уже установили это приложение, то вы заметите, как он как будто считывает ваши пожелания, ваши интересы. А механизмы очень простые. Вы на 3-4 секунды зависли, просто зависли, вы даже не лайкнули. Вы там зависли на какой-то картинке, все, он понимает, что эта тема вам интересна, и начинает вам накидывать абсолютно разных авторов вот на эту же тему. То есть, вот таким вот образом вы потом получаете то, что искали, или то, что, по крайней мере, вам интересно, а вы даже не подозревали, насколько это вам интересно. Да, но скачать это одно, а уметь еще пользоваться этой площадкой, настроить так алгоритмы, сделать так, чтобы видео попадало в рекомендации, это уже другой вопрос. Это уже другая кухня. Это уже другая кухня, говоря сегодняшним кулинарным языком. Да, что мы сегодня готовим? На самом деле, мы сегодня готовим гречку по-царски. Возможно, вы ели отдельно гречку, кто-то ел гречку с мясом. Сегодня, посмотрите, у нас уже здесь ароматный фаршик в томатной пасте. Вот он уже ждет, просто когда его зальют водой. То есть, честно, уже можно это на какие-нибудь по-итальянски, знаете, на какие-то брускеты накладывать сверху помидорками и свежим лучком, и все. И это будет прям атасно и очень вкусно. Я... атасно, не опасно, а атасно на всякий случай. Да, все ингредиенты мы нашли в сети магазинов Камфун, за что им отдельно большое-большое спасибо, потому что там всегда тщательно отобраны свежие продукты, доступные продукты, в том числе товары для хозяйственных нужд. Сейчас Юля очень красиво уже румянит лучок, который был нарезан в технике Бош. Прямо реклама на рекламе. Вот, и я сейчас тебе туда добавлю морковки. Но, честно говоря, мне нравится, как вот он нарезает этот аппарат. То есть, вот прям... Да, вообще... Ручной было бы долго, а терка, вообще, мне кажется, тем более... И красиво. Вот. Как фотографу, вот, очень приятно. Ой, надо было взять еще веточку базилика, чтобы в конце, знаете, на вот эту вот, на гречу нашу водрузить. Вообще, с такой динамикой жизни и твоей, и вообще нашей, и работы, и твоей активности, ты сама успеваешь готовить, ты вообще как бы готовишь, то есть, сегодня тот самый случай, который, да, то есть, сейчас все твои родственники и друзья такие, так, это Юля. Да, 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 это шок, шок-контент. И как многие дети пытаются увеличить изображение на телевизоре, да, пытаясь вот как уже рефлекторно, как на смартфонах, да, то есть, говорит, это точно, Юля, то есть, ты сейчас держишь вот эту вот броню, да, такую, типа, да, я умею готовить, Миша. Я даже ничего не сказала, такой, ну все, нормально. Нет, я умею действительно готовить, и когда я там сидела на всем ПП, я очень много рецептов тоже изучила, и постоянно готовила себе сама, брала с удочки, но нет, 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 я не успеваю, и проще просто куда-то зайти, быстро покушать, там какой-то салат и выйти. Знаешь, что мне нравится вот в этой ситуации, ну, зайти, все, конечно, думают, что если я готовлю на программе, то у меня дома просто тонны заготовок. Дорогие друзья, дома я тоже готовлю, но из-за занятости, опять же, это происходит очень редко, вот, но я заметил, вот, просто мы говорили о том, что ты работаешь, в том числе сотрудничаешь с Италией, сейчас эту тему еще чуть-чуть буквально затронем, да, итальянцы вот разработали, это их такой образ фиесты, да, то есть они нашли в этом сплошные плюсы, они могут себе позволить утром завтракать, обедать и ужинать в разных местах, во-первых, это экономнее с точки зрения, там, времени, посудомойки, там, не знаю, готовки и так далее, плюс, как мы говорили, когда вы идете в магазин и что-то покупаете, вы покупаете, ну, вы же не купите одну картошечку для супчика, да, то есть вы уже покупаете килограмм, потому что надо красословно, вы покупаете, вы кидаетесь на многие маркетинговые штуки, ну, и, соответственно, вы, естественно, оставляете много денег, а потом у вас часть продуктов все-таки остается где-то гнить, а тут разнообразие, вот к чему, вы можете себе позволить разнообразие вот таким вот образом, когда вы можете себе позволить там перекусить, здесь перекусить, и на самом деле, если вы посчитаете по деньгам, то это, ну, то есть это не два часа или полчаса, да, там стоять у плиты готовить. Да, или начать утро с опироля, например, как итальянц. Тоже очень интересно взять у них эту привычку. В Италии что у тебя происходит? Ты там делаешь отдельные фотосессии, проводишь? Закидывай морковочку сюда, пожалуйста. Да, я езжу туда, то есть я собираю за месяц клиентов в ТикТоке, естественно. И приезжаю уже в Италию, там они меня встречают. И нет такого, что попадаются какие-то клиенты, которые там, не знаю, какие-то ненормальные. Нет, то есть это очень адекватные люди. У меня с ними происходит вообще просто сразу коннект за счет этих видео в ТикТоке. Они как будто тебя знают уже всю жизнь. То есть они уже все, то есть ты здороваешься, как будто все детство провели вместе? Да, они такие, ой, Юлька, все, давай. То есть у меня очень много ситуаций было, когда мы просто виделись, и они такие, что после фотосессии делаешь? Я говорю, ну уже у меня свободный день. Они говорят, ну поехали там в Верону, поехали еще в тот город. И то есть у них там машина, они такие, давай мы тебе то покажем, то покажем. И мы с клиентами... Такие хорошие итальянцы. И мы с клиентами просто едем уже по всей Италии, и уже не как работа, а дружим, проводим классное время, после этого еще общаемся. То есть они меня ждут в любой момент. Это очень, вообще очень классно. И мир перестает быть ограниченным, да? То есть у тебя реально открывается большое количество возможностей. И честно вам скажу, вот вы просто задумайтесь, но вот любое такое общение, оно реально приводит к результатам. Почему мы когда-то давно поражались общительности иностранцев? И думаем, что они все такие, hello, how are you, да? Все спрашивают. Потому что ты не знаешь, с кем ты общаешься. Может быть, этот человек когда-то в жизни сыграет такую колоссальную, классную роль. И так оно происходит. Коммуникация ведет к результату. Ну что, финальный его сейчас, самый главный его, смотрите, аккорды. Гречка у нас вымытая, гречка у нас подсушенная. Юлия, между прочим. Да, и сейчас мы это все буквально вот как плов в нашем волх, мы это заливаем водой. Ну, буквально на сантиметр, то есть либо на ваш указательный палец. Его туда засовывать не надо. Я вас, пожалуйста, я вас прошу, только этого не делайте. Вот. И сейчас, когда мы залили это все водой, мы накрываем это все крышкой. Перемешивать не будем ничего, просто накрываем. Как в Джеймс Бонде. А-а-а. Гречка и мясо взболтать, но перемешивать, не перемешивать. Мы это все накрываем крышечкой. А чтобы вам не было скучно и грустно наблюдать за вот этим вот процессом, друзья, мы сейчас покажем вам подборочку работ моих гостей. Итак, Юлия Тимощук представляет на Cinema 1 в программе Азбука Вкуса свои шикарные работы, которые, как видите, сделали ее популярной не только в Молдове, но и в Италии. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание. Внимание на экран. Внимание. Вот такие вот чудесные работы моя гостья создает, создает благодаря, наверное, какому-то своему определенному видению и, конечно, наличию техники, потому что мне кажется, что здесь надо вот это вот очень, как в аватарии с драконом, то есть надо, на самом деле, с техникой дружить, да? То есть вот, ну, у тебя же так оно происходит? Ну, как это происходит, Connection? Да, и вообще это тяжелое. Я больше скажу, чтобы была такая техника, для этой техники нужно ходить в зал, потому что когда ты девочка, и эта камера весит, блин, ну, там, 8 килограмм, плюс вспышку накинули, уже 10 килограмм, и это все тащить на себе, на хрупких плечах, то нужно ходить в зал и качать спину. Ну, то есть вы видели, да, наверняка таких людей, которые идут с рюкзачком, здесь еще под мышкой всякие какие-то штуки, прибамбасы, чехлы. Кажется, как будто человек просто ушел из дома, и у него там и удочка, и плащ-палатка, знаете, и матрасы, все что угодно, понимаете, просто вот. Это идет просто фотограф. И сейчас, да, девочки действительно, мне кажется, должны тут подкачиваться. Я даже не знаю, как помочь им в этом случае. Так, вот, смотрите, сейчас вот произойдет то самое долгожданное открытие. Вы можете, конечно, делать порции меньше, и это можно приготовить даже в сковороде, но сейчас ароматы невероятные просто, и картинка невероятная. Видите, наша томатная составляющая, томатная паста, которая была в нашем фаршке, она же чуть-чуть вот здесь вот подукрасила гречку, но подождите, сейчас мы еще будем выкладывать. Пока я буду это все выкладывать, конечно, я бы хотел, чтобы Юля рассказала одну историю по поводу вот, как сейчас, из-за даже разницы в возрасте, да, но то есть это уже не является каким-то решающим фактором, то есть сейчас нынешняя молодежь далеко ушла, скажем так, да, то есть у тебя есть такой пример, когда, ну, в принципе, таких примеров много можно привести, по поводу вот как раз парня, да, у которого уже свой бизнес во сколько лет? 16 лет ему. 16 на секунду, то есть получил паспорт и уже бизнесмен, все, вперед. Да, он, получается, пришел ко мне на курс, вообще такая интересная история, что у меня был парень, которому 16 лет, и была женщина, которой 48 лет, и это вот просто две грани, и TikTok это не про возраст, ну, нет там никаких ограничений, это только у нас в голове какие-то ограничения. И просто вот парень открыл свой бизнес, у него, получается, он делает вещи, шьет костюмы, платья и вещи, все ткани из Италии, он очень серьезно отнесся, производство, то есть он не делает какую-то закупку там с Алиэкспресс или еще где-то, он берет и сам это все делает, он нашел рабочих, он нашел ткань, которую привезли из Италии. То есть у него еще свой так называемый продакшн, да? Да, 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 то есть он вообще, ну, там, конечно, родители ему помогли, они поверили в него, дали ему такой толчок, но после этого он с этим толчком зашел и очень, очень круто сработался. Вот, и другая грань, это женщина, которой 48 лет, казалось бы, стоматолог, но она хотела себя продвигать и зашла в TikTok и тоже очень круто зашла. То есть если я сейчас скажу, что на экране для наших телезрителей появляется ссылочка на твой Инстаграм, то ты сможешь, в принципе, да, находить время отвечать директ и как-то рекомендовать людям и по поводу этих курсов. Вот, есть ли какой-то вот этот, знаешь, такой момент определенного, может быть, чуть-чуть недоверия старшего поколения к тому, что ты достаточно юная, сейчас будешь учить чему-то, да? То есть вот чувствуешь ли ты это, может быть, где-то как-то энергетически или вот прям, ну, какое-то такое, так, ну, расскажи, что ты там можешь, да, вот. Я этого не чувствую, потому что прошлый опыт, опять же, где я работала руководителем, у меня там были в подчинении тети и дяди, которым было по 40-50. То есть они были старше меня намного, мне было на тот момент 18 лет. Как бы это ушло с тем, что я прихожу сюда, я специалист в своей сфере. У меня есть образование, у меня есть знания, там, на тот момент я читала очень много книг и проходила тренинги. Сейчас я изучила тоже тикток и я показываю просто свой результат. Говорю, вот, видишь, там, миллионы мне, вот, видишь, два миллиона. Хочешь так же, все, слушай меня. И у тебя получится так же. Ну, сейчас, да, сейчас, мне кажется, что в 21 веке все-таки информация максимально концентрированная, да, то есть вы, в принципе, не хотите долго что-то выслушивать, а тем более сама платформа тикток, она тебе дает сразу вот такие вот впрыски, как я говорю, информационные укольчики такие, то есть ты моментально за какой-то короткий период времени получаешь уже нарезанную четкую информацию, которую ты там уже себе раскладываешь, ну, как говорят журналисты, добавляя уже воды, да. То есть наши блюда, которые мы сегодня готовим, плов по, ой, плов, уже говорю плов, да, гречку по-царски, мы тоже добавили воды, и посмотрите, сейчас вот, если вы всмотритесь, то фаршик вот, он так красиво сочетается с гречкой, что вам кажется, как будто вы едите только гречку. Да, но на вкус. Я вас прошу, я вас умоляю. Да, рецепт очень прост, я хочу быстренько проговорить, Юлечка, прости, пожалуйста, нашим телезрителям нужно и рецепт рассказать. Так, что вы делаете, то есть для начала вы моете гречку, ее всегда надо мыть, я вас умоляю, потому что даже когда вы начнете ее мыть, вы увидите, сколько там будет не очень прозрачной воды, вот, поэтому, а эти все шлаки, то есть при всей полезности гречки, которая выводит шлаки, вряд ли нужно эту гречку вместе с этими же шлаками есть, чтобы эти же шлаки выводила эта же гречка. Вот, то есть вы ее промываете, и не надо ее там ждать на солнышке высушивать, то есть вы ее берете и на сковороде слегка обсушиваете, это сделала Юля очень четенько и классненько, если вы это упустили, да, то заходите потом и на YouTube канал, там есть все наши программы, вот, забивайте в поиски Юлю, и вы найдете как раз выпуск с ней, она в самом начале нашей программы, она как раз это все делала. Мы подсушили таким образом слегка гречку, без всяких специй, в это время отправили фаршик на растительном масле обжариваться, вот, на отдельной сковородочке мы натерли морковку и лучок, и это тоже Юля мне помогала, то есть тоже без специй все вот это вот сделать. Специи мы единственное добавили в фарш, это был соль, перец, вот это все там, и чесночок, один зубчик, если любите чуть-чуть попекать, мне два зубчика тогда вперед, вот, и затем что мы сделали? Мы в фарш добавили наши потесерованные овощи, и затем просто вот эту вот подсушенную гречку выложили, залили водой буквально на, там, сантиметр чуть выше ее уровня, накрыли крышкой, и, честно скажу, минут 15, ну, 20, наверное, прошло, и то я на этой плите борт включил не самый сильный опциональный режим нагрева, и вот получилось вот такое вот замечательное большое сытное блюдо, и можно, как мы шутим, и без хлеба. И вот теперь, так сказать, подача, да, то есть подавать вы можете как угодно, хотите квадратные, есть квадратные такие стаканчики, кружечки, что мы очень часто, когда приходим в рестораны, ну, то есть мы видим, да, тебе там могут салат оливье дать какой-то, да, такой, там, ты думаешь, как они вот так собрали, вот, и сейчас вот это вот открытие, посмотрите, вот, смотри, эта порция для тебя, осилишь? Не знаю, я вот это осилю, а вот это я не знаю. А вот это, да, оставьте это уже вот этим вот 16-летним бизнесменам, знаете, которые, которые, этот вот, которые этим занимаются. Я предлагаю тебе, в принципе, сейчас попробовать повторить, сейчас я дам мне такую горячую тарелку, смотри, я сейчас покажу, не переживай, сейчас тоже пройдешь мастер-класс, ты даешь мастер-классы, я даю мастер-классы. Давайте, не только ж тикточить. Да, так, чтобы не осталось лишнего, ты можешь прям делать это над плитой, плита у нас очень быстро протирается, да, копай снизу с мясом, вот, выкладывай, как пасха-пасха получись, если ты помнишь. У тебя же было, наверное, тоже такое детство, или я один только-то помню. Было, все было. Или тут сразу тик-ток-тик-ток получись? Нет, я же рассказала, что сначала до бассары, сначала до бирата. То есть были качельки, искакалки, резиночки, да? Конечно. Да, и вот теперь возьми ложечку, потому что, ну, шумовочка, она такая мягенькая, и аккуратно все так прессани, чтобы ушел лишний воздух. Вот, сейчас, смотрите, смотрите, как Юля готовит. Сейчас итальянцы такие, так она готовит. Что это мы тогда ее угощаем? Они такие блюда не знают. Да, я никогда не забуду, я, может быть, рассказывал эту историю в нашем эфире, что когда к общим знакомым, где мы чаевничали, приехал итальянец. Теперь тебе должно быть горячо, и ты думаешь, ой, боже, мне, наверное, дискомфортно. Да, теперь ты вот так вот накрываешь, я перехватываю. Вот такая вот подача. Чтобы сейчас мы могли это все продемонстрировать нашим телезрителям, я это сдвину сюда. Вот, и теперь твое открытие этой миски, и ты увидишь аккуратненько, как это все происходит. Посмотри! Опять же говорю, любая форма, и вы придаете этому блюду квадратную, треугольную, какую хотите. Самое главное, чтобы у вас была такая пиалочка или такая миска какой-то определенной формы. Ароматы невероятные. Честно, учитывая, как мы с Юлей любим гречку, я думаю, что она уйдет просто за один раз со всеми ее царскими ингредиентами, хотя на самом деле они максимально простые и максимально доступные. Обещал рассказать случай. Так вот, итальянец, сидя на террасе, лето, все прекрасно, дачный, извините меня, этот вот домик, и, значит, наша девочка начинает есть просто семечки. Ну, как это принято у большинства наших граждан, она начинает есть семечки. На что итальянец, я чувствую, что ему неловко, я не могу понять, что. Может, ему неудобно сидеть, может, ему не нравится чай, может, он хочет вина, а мы ему не предлагаем. Ну, то есть, контакта, то есть, такого, чуть-чуть ломаный английский, я по-итальянски слабо, вот. И в какой-то момент он через свою жену, значит, просит перевести. И она спрашивает, извините, ему неловко, говорит, но он долго смотрел и хочет спросить, а почему Оля ест корм для попугаев? То есть, вот для него это реально вот такая вот была история. То есть, понимаешь, у итальянцев это все-таки корм для попугаев. Для наших граждан, да, прям, в принципе, единственное, что можно успеть взять из дома, собираясь на работу или стоя на остановке, это все есть. Поэтому, да, пацаны с семечками и девочки, пожалуйста, не ешьте корм для попугаев, как сказали бы итальянцы. Но у итальянцев есть, на самом деле, действительно, культ еды в некоторых регионах Италии. Многие даже вас спросят не как дела, а что ты сегодня ел? Вот. И они, конечно, отдают еде очень много внимания. Что, я тебе хочу сказать, что у нас получилось шикарно. Да. Я тебя благодарю, желаю тебе только успехов. Италии, большой привет. Спасибо большое. Вот. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мою гостю и мирного неба вам над головой, а мы будем есть гречку по-царски. Пока. Да. СПОНСОР ПОКАЗА БОШ. БОШ. ТЕХНИКА, КОТОРА ГОВОРИТ САМА ЗА СЕБЯ. АЧАСТА ЭМИСИУНЕ АФОСТ СПОНСОРИЗАТА ДЕКАУФЛАНД. СПОНСОРИЗАТИЕ СЕБЯ. СПОНСОРИЗАТА ДЕЛЕКС. СПОНСОРИЗАТА. ДЕЛЕКС. СПОНСОРИЗАТА ДЕЛЕКС. Субтитры сделал DimaTorzok